Качество угля, завезенного в навигацию 2020 года, в село Ненинского округа проверят повторно. Специально созданная для этого в Заполярном районе рабочая группа определилась, каким образом и в каких поселениях проведут необходимые замеры. Далее подробности. Отапливаются в Ходкино, как и в большинстве окружных сел, в основном углем. Сергей Тетерин говорит, что для поддержания тепла в доме зимой в сутки приходится наколоть и занести в дом до трех ведер угля. Двери отдельно сделаны на кочегарку, а это на квартиру. Уголь приносим, специально закупаем, привозит трактор. Потом зимой носим в ведрах, заносим кочегарку, потому что котел только у каждого, квартира своя. Свой котел отдельно. У каждого уголь тоже привозят отдельно. И топим всю зиму. Зима в этом году выдалась суровая, поэтому и топить приходилось часто. Да и уголь, по словам сельчан, не всегда привозят надлежащего качества. На некачественный уголь жители Ненинского автономного округа стали жаловаться еще в декабре 2020 года. Тогда Севержукомсервис организовал экспертизу угля в испытательной лаборатории Центра химических исследований в Москве. Результаты экспертизы показали полное соответствие угля ГОСТа. В прошлом году в окружные села было доставлено более 20 тысяч тонн каменного угля. Поставкой и перевозкой угля занималась Ненинская нефтяная компания, с которой по итогам конкурсных процедур был заключен договор на поставку энергоресурсов в населенные пункты НАО. Информация о соответствии угля ГОСТу не убедила сельских жителей. Они продолжают настаивать. Уголь завезли ненадлежащего качества. Очень много жалоб в социальных сетях от жителей населенных пунктов по качеству каменного угля. У нас экспертиза уже была проведена. Экспертиза говорит, что уголь хороший. Но несмотря на это мы решили, что мы создадим рабочую группу, в которую будут входить представители департамента внутренней политики, департамента строительства, представители поставщика и представители заказчика Севержа Кусыриса и Ненинской нефтяной компании. После того проведем решение, проведем дополнительную экспертизу и уже через средства массовой информации доведем до жителей результаты этой экспертизы. 6 апреля в администрации Заполярного района состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной для проведения повторной экспертизы каменного угля, поставленного в навигацию 2020 года. Причем данную работу решено доверить экспертной организации. Для объективности исследования брать образцы нужно не сверху или снизу, а с разных точек из достаточно большого массива угля. В НИСИ именно оттуда поступало наибольшее количество жалоб. На данный момент угля осталось немного. Выборка будет непоказательна. Поэтому предложили взять уголь в Хариевере, Каратайке и Коткино. Стоимость экспертизы угля по широкому перечню показателей с учетом приезда в округ экспертов составит по предварительным подсчетам около 600 тысяч рублей. Следующее заседание рабочей группы запланировано на 8 апреля.